всем привет зрителей подписчики моего youtube канала вы знаете что на своем youtube канале я говорю правду и только правду не зря он называется правда жизни в крыму и сегодня поговорим о том что меня совсем недавно поразило это бомбы так мягко сказано поразило ребята я был очень сильно разочарован во многих людях него всех которые проживают в крыму и меня взяла такая злость на них честно говоря ярость о ком я сегодня говорю а говорю о некоторых ательерах крыма да не обо всех ребята в данной ситуации сезон этот как уже многие понимают для крыма будут провальным по всем официальным телевизионным каналам и в новостных пабликах нам рассказывают что ательеры крыма понизили цены на проживание своих отелях и кто-то понизил очень сильно аж до 40 процентов то есть 40 процентов минимум но с чем мы сталкиваемся заходя на сайт кода отеля мы видим что цена не только не понижена цена повышена это опять же повторюсь не все ательеры крыма есть люди которые действительно в ситуации хотят как-то завлечь туриста и понижают цены ведь и крым где-то чуть-чуть не причёсан где-то чуть не обустроен как курорты краснодарского края и в крым на отдых едут можно сказать так крыма ну ты ребят это не ругательное слово люди крыма ну ты это те кто все души любит крым все души любят где-то непричёсанность где-то дикие полу дикие места в которых еще можно найти уединение и в данной ситуации эти люди могут не приехать в крым потому что крым и так сейчас пустует пустует пляжи крыма пустует набережная крыма а тут люди в кои-то веке собрались ехать и некоторые россияне которые хотят приехать в крым в первый раз и действительно стать теми крыма нуты полюбить крым за его красоты полюбить крым где-то его за строгость необустроенность за какие-то дикие места ощутить себя не знаю просто великолепие в сказке что ну чем не сказка мы в данный момент если с вами едем по трассе даврида смотрите какое великолепное небо какие облака на небе светит ярко яркое солнышко температура на улице плюс 23 моря уже берегу крыма начало прогреваться и люди которые решили в первый раз приехать в крым познакомиться с этим прекрасным чудным уголком россии они открывают сайт какого-то отеля где красивые картинки там понравилось они хотят именно вот в этот номер именно вот виды из окна эти увидеть когда проснуться в крыму но их отпугивает высокая цена начинает они читать отзывы и видят что в прошлом году цены были ниже процентов на 20-30 а в этом году подняли почему же это происходит опять же скажу что некоторые отельеры решили что ага сезон будет провальный понятно конечно с одной стороны что не хотят люди терять деньги и хотел не будет заполнен даже на 80 процентов а будет заполнен процентов на 40 допустим 50 почему я буду терять деньги подниму-ка я цены например я сталкивался с тем что ну не будем брать марию где отдых цена на отдых сопоставима и даже выше чем отдых в турции ребята я не знаю что там золотым песком сыпят когда человек заходит в отель под ноги стелят кути бисерную красивую ковровую дорожку мне это непонятно почему там дорогой может быть я там не отдыхал поэтому не могу ничего сказать вам но есть отели в севастополе в которых цена начинается от 7000 это обычный отель да с бассейном с развитой инфраструктурой завтраком но это севастополь и цена начинается от 7000 в сутки ребята мне непонятно что там золотые простыни или как в этом в одном из старых фильмов вы плещетесь в бассейне выныривает из-под воды девушка и кричит королевский дальше продолжать не нужно чист то есть ребята мне немного непонятно я даже слов сейчас подобрать не могу почему так происходит ведь смотрите трассу таврид сделали заново проложили по пустующим местам вот мы в данный момент едем по тавриде здесь никогда дороги не было здесь были поля вот это крымская красота просто проезжая по тавриде вы окунаетесь в крым увидите степи поля предгорья вы проезжаете и видите частичку крыма который меняется у вас на глазах но отпугнуть человека очень легко а вот уже когда все наладится когда полетят самолеты в крым люди захотят поехать привлечь уже потом будет тяжело потому что люди и так говорят что в крыму очень дорогой отдых многие люди мне писали в комментариях как на основной канал так и на этот что крым очень дорогой и мы в крым больше не ногой мы съездили в крым увидели отель по дорогой цене а сервиса не получили что краснодарский край сервис лучше турция сервис в разы лучше да согласен но ребята отели турции поднимали не один год но очень быстро конечно хотя это все было с поддержкой государства здесь же в крыму сейчас начинают строить классные гостиничные комплексы хорошие отели с развитой инфраструктурой и это частично идет с поддержкой государства и местных властей но основная часть отелей и гостевых домов осталась со времен когда был крым составе украины где-то не так все обустроено но опять же повторюсь ребята дорога резина крыма иногда и надлость жадность ательеров а из этого и складывается дороговизна крыма она шокирует и отпугивает многих людей про отельеров не поговорили теперь я хочу коснуться тема дороговизны продуктов в крыму и тех продуктов которые продаются в магазинах и супермаркетах а тех продуктов которые продаются на различных курортных рынках в больших курортных городах это большие рынки в курортных поселках и маленьких курортных городках это небольшие стихийные рыночки люди которые торгуют на этих рынках они знают что турист съест все и люди которые приезжают со средней полосы россии северов они видят эту крымскую фрукту вкусную клубнику они видят черешни вишни которая у них большая редкость да у них есть все это привозное но стоит все очень дорого видят инжир который растет прямо на деревьях но ломят такие цены такие цены ребята цена на рынках курортов крыма она в два-три раза выше чем на оптово розничном рынке привоз видео о ценах на оптово розничном рынке привоз есть на моем основном канале это youtube канал евгений щепинский ценным вы приятно поразитесь так что ребят играть на туристе нельзя нельзя считать что турист схавает на дворе 21 век высокая цена отеля высокая цена на рынках все это накладывается все это отпугивает людей и становится все меньше и меньше крыма нутых люди выбирают для своего отдыха те кто любил крым все души они выбирают уже для своего отдыха курорты краснодарского края абхазию тур по золотому кольцу потерять туристам очень легко вернуть его обратно очень тяжело ведь люди какие они один раз обожглись и больше уже не захотят обжигаться ведь хоть есть такая пословица плох не мама не вымрет никогда ребята сейчас это пословица теряет свой смысл и стричь туриста как шерсть на баране категорически нельзя нужно думать головой это мое личное мнение конечно вы напишите свой комментарий ну вот такой вот небольшой рассказ небольшая болта у меня у меня сегодня получилось я немножко повозмущался вы же пишите свои комментарии жду больших просмотров хотя их скорее всего не будет но огромная просьба пожалуйста это видео отправьте своим друзьям знакомым сделайте репост в различных социальных сетях и тогда она наберет просмотры и многие люди узнают о некоторых опять же не о всех отельерах крыма и будут уже аккуратнее относиться к бронированию отелей в крыму на 7 не смею вас задерживать это видео я наверное закончу всем пока и до встречи в следующих выпусках